Когда необходимо наказывать ребенка, ну я поняла, это уже как экстренный случай, лучше его наставить, ну еще раз объяснить ему, но когда наказываешь, допустим, у меня дети маленькие, но все равно я пытаюсь объяснить им и объясняю, что это было неправильно, и вроде они признают, но они не ложатся смиренно, вы знаете, как легли и принимают наказание. Вот как сделать так, чтобы действительно ребенок понял, что он должен принять наказание, и как необходимо наказывать, так, чтобы ребенок чувствовал, но я просто не знаю, вот как рассчитать силу удара, ну не знаю, как это сказать, понятно, что я имею в виду? Сила удара... Ну, сила удара ремнем, как нужно рассчитывать это, чтобы ребенок почувствовал, или просто само же наказание является, как бы, объяснением для него, что это был неправильный поступок? Ну, да, да, понятно, понятно, относительно, опять-таки, важно это не делать в гневе, важно, чтобы ребенок осознавал, что его будут сейчас наказывать, и даже весь сам этот процесс наказания, у него уже стресс большой, и, например, я говорила, ложитесь, ну, знаете, вот кровать, и вот согнуться на кровать, да, и я их не заставляла, ложись, ложись, я тебя не буду, это не послушание, ложись, я никуда не уйду, мы это должны, мы должны этот процесс закончить, и фактически они послушны, ну, если настоятельно, то, но не заставлять, сила не заставлять, потому что с этих маленьких лет, и сила удара, мы знаем, мы это не делаем с силой, мы это делаем символически, понимаете, да, символически, но и не так, чтобы легонько было, но и не применяем силу большую, но если вы говорите, что вы чувствуете, вы знаете силу удара, поэтому выбирайте, выбирайте так, чтобы не было поглаживания, но и не был сильный удар, и раз сделали, а потом, они уже начинают плакать от страха, от того, что это уже соделано, да, вот если они маленькие, а потом, можно даже такие времена сказать, слушай, мой брат мне рассказывал, как он воспитывал своего сына, у них Сэмми, Сэмми, и говорит, Сэмми, ты заслужил? Да, заслужил. Ты понимаешь, что ты за непослушанием, папа будет тебя наказывать? Да, понимаю. Сэмми, а ты знаешь, что сегодня день милости? Папа, что это такое день милости? А ты знаешь, вот, это когда ты заслужил, но я решил тебе это не сделать. Я говорю, так и Господь нас милует, когда вот, вот, Бог хочет, чтобы я тебя помиловал. И бывало такое, и он такой, и он такой, папа, я тебя люблю здесь. И следующие разы были, и он говорит, папа, как насчет мне милости? Вот, они же понимают. Так что, есть разные методы, да, но важно, чтобы, знаете, даже если наказывать, наказывать можно и с улыбкой, но не смеяться так вот, но спокойно. И это процесс. Вот просто просите Господа, чтобы, вот как мы сейчас общаемся, ну мы общаемся, как я разговариваю, вы не общаетесь, но как мы вообще общаемся, вот так и доносить детям, чтобы они понимали, что через понимание, через договоренности можно достичь много. У нас даже был такой договор, что если они повышают голос, я не отвечаю, я не реагирую. Ну мы садились, говорю, вот так мы меняем правила. И они на самом деле любили эти правила. Мы садились вокруг стола и говорят, есть у тебя предложение, а у тебя есть предложение, а вот у меня есть предложение, чтобы там мои вещи не брали, а у меня есть предложение, чтобы мои кроссовки не трогали. Вот предложение, договоры, ты понимаешь? Понимаю всё. Если нарушаешь, мама, нарушили договор. Давай опять садимся за стол, мы опять говорим. Но они этого не любили, знаете почему? Потому что я могла отменить любые их, или репетиции, или ещё что-то. Мы отменяли даже прославление. Если они ругались, вот перед служением, и мы говорим, звоните. Не идёт. Да, неспокойно. И было пару раз, где они, нет, непримирённые, или там в таком, да. У меня просто, ну там я в церкви был, они мне говорили, пастор и у жена, что, ну и они, в принципе, церковь так наставляли, что детей никогда нельзя наказывать от служения. То есть, как бы, там, ты не пойдёшь на молодёжку, либо, ну, либо не поешь служить в детский дом. Ну, может, это сильно, как бы, жестоко. Нет, это священнослужение. Я говорю о участии в прославлении на сцене. Это совершенно две разные. Я тоже такую позицию поддерживаю. На собрание мы идём, но мы идём искать Господа. Но чтобы служить, ты должен отдавать. Ты должен, и вот это помазание, мы носители Божьего помазания, Божьего слова, и музыканты, и те, кто проповедует. Очень важно, чтобы они имели, но потом мы немножко изменили, чтобы они, мы помогали им, чтобы они примирились, попросили прощения, и уже потом уже они повзрослели, чтобы перед сценой, если у них выход на сцену, чтобы они были примирённы. Потому что, чтобы служить Господу, и они узнавали. Если, допустим, в молодёжке, вот лидер прославления поругался с кем-то, ой, лидер молодёжного служения был в ссоре с кем-то, они к нам претензии предъявляли. Он говорит, почему вы позволяете ему служить, а он в конфликте с тем и с тем человеком? И мы говорим, спасибо, что ты сказал, но мы не знали об этом. Потом вопрос, ты можешь выступить тем человеком, который скажешь, ты можешь пойти обличить этого лидера служение? Нет, я не могу, я не хочу влезать. Тогда мы не можем ничего сделать. Значит, это сплетня. Значит, ты покайся, и ты не имеешь права предъявлять такие претензии. Но если ты знаешь о чём-то, первый вопрос, ты пошёл, сказал этому человеку? Нет. А можешь пойти ему сказать и спроси у него, почему он так делает? А я не хочу конфликтовать с человеком. Вот видишь, ты не хочешь конфликтовать, но ты говоришь нам, чтобы мы разобрались. А как мы разберёмся, если мы не знаем никто и нету свидетелей? А ты не хочешь быть свидетелем? Тогда мы распускаем это всё, и при возможности мы будем узнавать по своим каналам. При разговоре мы напрямую спросим, как у тебя дела с этим, с этим. И если это подтвердится, значит, мы будем напрямую говорить. Но это не будет из твоих слов. Вот так вот. И даже в консультировании многие люди, они, если что-то нам говорят, но они не хотят быть свидетелями, мы просто отпускаем. И сказали, что знаете, что это сплетня, вы тогда кайтесь. Потому что вы участвуете в делах тьмы, потому что вы не хотите выявить это на свет. Обвинять просто человека вот так вот, и вы там узнаете. А дело состоится только если свидетели есть. А если никто не хочет быть свидетелем, кто обвиняет? Очень тонкий вопрос. Потому что что получается, ты можешь со всеми перессорить, потому что, возможно, есть ещё другая сторона, и третья сторона, и четвёртая сторона. Мы не знаем все стороны. И если люди не готовы выходить и говорить об этом. И как правило, обычно, слухи, очень много слухов, потом опровергаются эти слухи, а потом говорят, слушай, слава богу, что я не выступила. А иногда бывает, что лучше бы вы выступили. Поэтому нужно стремиться к миру и стремиться, чтобы была чистота. Что-то вы приутихли, вам не очень, да? Нет, тогда можно ещё вопросы задать. Сейчас, секундочку. Очень важно, чтобы родители всегда показывали любовь к детям, и быть внимательным к нужде детей и их проблемам. Давать им подарки на каждый их запрос или углаждать, это не любовь. Согласны со мной? Окей, слава богу. Лучше дисциплина от родителей, и ребёнок знает, что он любим, и он чувствует эту любовь, нежели дом, полный подарков, и ребёнок, который чувствует отвержение, нелюбовь, нежеланное. Замечали, да? И это проблема людей состоятельных, это проблема даже людей, которые в служении, это проблема детей, которые родители, артисты. И если вы заметили, есть дети, которые в театре, если родители в театре, то в основном и дети в театре, и потом становятся артисты, становятся артистами. Потому что родители везде вовлекают своих детей. Так же самое в служении. Если в служении, очень хорошо привлекать детей в служение, и дети будут служить. И также есть дети, которые получают очень много подарков, но они никогда папу не видят, потому что папа всё время деньги зарабатывает. И как вчера Виталий сказал, что это позавчера, это большая игра. Зарабатывать деньги — это игра, игра взрослых мальчиков. И чем больше денег, тем больше азарта, тем больше... А кто этот ребёнок? Всё я предоставляю для этого ребёнка, что ему только не хватает. Пожалуйста, жену на курорт подправляю, детей в самые лучшие школы. Я же всё предоставляю. Чего они хотят? А он не понимает откровений вообще, зачем Бог ему дал этого ребёнка. А если бы он понимал, что это дар, и не просто тогда, когда в церковь пойти покрестить, когда маленький, или в синагогу на праздники, но быть вовлечённым всю жизнь. Когда мы отказываем ребёнку на запрос, который временно расстроил ребёнка, возможно, из-за обстоятельств, и если, например, ребёнок хочет что-то, и вы отказали, то лучше потом сказать или объяснить ему, слушай, я сейчас не могу, или я тебе пообещал, а потом, ну сейчас нет возможности, ну потерпи немного. Но держать эту связь с ребёнком, пусть даже самый маленький, даже когда он маленький, но быть честным с ним. И не говорить, что я тебе не должен объяснять, вот сейчас не могу, или я тебе обещал и не исполнил. И образование, в том контексте, о котором мы говорили, обучать сыновей, дочерей на каждом уровне, это критично. Для унаследования еврейского наследия и мирового еврейства. Поэтому должно быть одано главное, должны быть выделены бюджеты. На это нужно обращать внимание, и, как я говорила, помните, можете в книжные магазины покупайте, собирайте, инвестируйте в духовное наследие ваших детей. И это относительно иудаизма. И в завершение хочу сказать, что есть успешное детское служение, вернуться. И как оно устоит вообще, если мы хотим служить детям. Наши дети сформируют первое впечатление о Боге через наше служение. И поэтому у нас должна быть более точная картина, выражение, которое бы отобразило, насколько наш Бог классный. И есть у нас отношение с Ним. Когда дети это увидят, что наш Бог великий, классный, они захотят быть с Богом. Мы желаем, чтобы дети наши любили Слово Его. Мы желаем, чтобы они были частью общества, чтобы они были посвящены в использовании тех даров духовных в теле Божьем в своё время. Поэтому нам необходимо лучше работать в направлении того, чтобы ярко нарисовать им ту картину, когда они молодые. Я вам хочу сказать, что вот не многие знают Нику, да, или все знают Нику. Я помню, когда мы приехали в Одессу, был такой бум выезда евреев, если вы помните. Мы даже участвовали, мы вывозили, были такие семьи, которые жили в очень отдалённых сёлах здесь Украины. И у нас автобус, была такая организация ЭЗРА, и нам говорили, куда ехать. И зимой, и даже дизель замерзал, водитель был. Ездили, забирали семьи, бедные-бедные семьи евреев. Привозили их в Одессу, там поселяли в одном лагере. И потом корабль, и на корабль помогали вещи перетаскивать на корабль, и они уезжали. Так вот, Лина была очень активным участником всей этой операции. Я вот всегда говорила, что если бы кому-то давали награду, вот знаете, есть такие вот награды почтения. Кто же заслужил за самых лучших волонтёров в Одессе во время вывоза евреев? И это была Лина. И я помню, что мы так часто с нашими гостями и ходили, смотрели, как эти корабли уходят. И Ника была всё время рядом с Линой. Она была маленькая девочка. Я помню, Лина помогала вот эти большие баулы, вот эти вот в клеточку носить, и Ника держалась, тоже таскала. И это было настолько... Я помню даже, меня, ну как, впечатлило. А потом я думаю, слушай, ну почему маленькую девочку? Ну как это так маленькая девочка таскает? Ты помнишь? Конечно, видишь. И я о чём говорю, что ребёнок вырос мамой, мама служила. И сегодня она в Доме Божьем, потому что не было прохода, мама ей не давала прохода. Куда она, что она делала, вот так вот она и служила. И сегодня мы видим результат. Поэтому, преодолевая трудности, мы стараемся делать лучшее в служении, делая превосходно. И чтобы этот час, проведённый в детской школе, были самыми лучшими в неделе каждого ребёнка. Представляете, вот если мы учителя, то мы должны сделать этот час или два самым лучше, чтобы дети всю неделю думали, как прийти сюда. И для меня, конечно, большая радость, когда родители подходили к нам и говорили, слушайте, что вы делаете там на детском, что мои дети хотят туда в субботу. Было такое, что мы хотели дома посидеть, дома отдохнуть. Они говорят, как? А шабатняя школа? Это же, это представляет... Для меня, вот то, что я вам говорю, для меня вот эта цель, вот эта цель, что они хотят бежать, потому что, мало того, они здесь встречаются с друзьями своими, они славят Бога, они изучают о Господе, и это самый лучший день недели. Слава Богу! Вот такое стремление должно быть у нас. И служение устоит такое, чтобы служение устояло. Оно обязывает высвобождение и начинается с четырьмя ключевыми элементами любое служение детское. Это иметь в видении, что мы хотим сделать. Даже на месяц или на год распределить, какую картину мы хотим преподать детям. Должна быть ясная миссия. Наша миссия, у нас шабатняя школа, мы очень много уделяем вместо еврейским традициям, мессианскому иудаизму, евриту. Это миссия должна быть. Мы достигаем еврейский народ, поэтому у нас миссия. Мы обучаем нашей традиции, песне и наша миссия, чтобы наши дети участвовали в центральном служении. Вот это видение. Истинные ценности, посвященность к одаренам. И те служения, которые устоялись, имеют одну общую особенность. Вот эти служения имеют картину идеального служения. И они предшествуют одаренным. Посвященность к одаренным. Одаренным детям. Все дети одаренные. Мы, у нас все дети одаренные. Мы, что, как говорили об уроке, дары Духа Святого. Все. Значит, мы помогаем этим одаренным деткам состояться в Боге. Через служения. И те служения, которые состоялись, они имеют одну особенность. Знаете, какую особенность? Мы назвали. Иметь идеальное служение. Какое же... Не лишь бы как-нибудь. А если мы делаем, мы делаем это на высшем уровне. Качественно. Например, как у нас. У нас есть иврит. У нас есть изучение языка. У нас есть изучение традиции. У нас роза. Было время, мы купили фортепиано для детского служения. Для чего? Для того, чтобы... Потому что мы приняли решение, что не просто так наши дети, здесь они участники большого служения. И мы растем. Мы как большой корабль. Это не два попутных. Но мы одно общее целое. И без видения детской программы просто так, это просто еще одну неделю провести не пойдет так. Но дети заслуживают самое лучшее. Поэтому мечтайте. Представьте детей, которые выросли, посвященные Господу, которые встретятся с обстоятельствами, которые их поколение столкнулось. И эти дети стали лидерами в царстве. Представляете? Представили? Детей, которые вы обучили. И потом они пошли в мир. Они пошли, и потом они стали лидерами в царстве Божьем. Подумайте о месте, где дети имеют опыт. И где бы они проводили хорошо время. Представьте, какое это место должно быть. И верить, какой чудесный Бог. И что они хотят, и что они хотят проводить время друг с другом, с Богом, и они не хотят терять ни одной недели. Представьте картину. Может быть, это театр. У нас, кстати, есть очень много материалов, но мы молимся о том, что если кто-то из вас, или вы знаете кто-то, у нас есть театральное служение, у нас было театральное служение, кукольные театры. Мы даже делали евангелизационные кукольные театры. И у нас есть куклы, у нас есть шторки, все есть, сцена есть кукольная. Да, я думаю, что уже есть. Просто кто-то не знал, что у нас все это есть. Поэтому представьте, представьте. Может быть, это коллекция видеокассет, которые должны быть приобретены. А? Пололиграф. У нас есть аж два фланелеграфа, и их используют периодически, потому что не так часто используют, потому что они сейчас хранятся из-за того, что нет места хранения. Когда были власти украинки, регулярно использовалось. И вообще, я мечтаю, чтобы у нас была такая коморка для детского служения примерно такого размера. И чтобы были книги, и были у нас ресурсы. И любой учитель пришел, когда он хочет подготовиться, пришел, и он выбирает, потому что у нас на сегодняшний день есть эти ресурсы, просто не всем доступны. Например, у Ники есть материал, это у нее, у Маши с Вовой есть материал, у Натальи Яковлевны, это у них всех по домам. И я примерно знаю, что где находится, и можем соединять учителей. Вот сейчас только так работает. поэтому важно молиться о собственном здании, о собственном месте, или, по крайней мере, больше помещений, чтобы это можно было быть более эффективным. Слушайте музыку и выбирать, какая же музыка будет приемлена для детского служения, чтобы на самом деле это было назидательно для них, чтобы это притягивало детей. Вот как мы сегодня пели, да, какое вдохновение было. Я не знаю, мне было очень радостно. И да, так же самое есть и служения, которые специально готовят такие песни. Представьте себе сильных людей, пусть это будет фокус, чтобы поднимать служение, в служении учителей и детей, принимающих, где их знают, что их любят, где взрослые, довольные, которые служат с большой радостью, со страстью, и которые эти дети потом будут иметь сильное влияние на поколение. Люди, волонтеры, родители, учителя, они ответят, они будут давать отчет за ясно выделенное видение. Имеется в виду, что они будут отвечать перед Богом, будут отвечать перед родителем за вот это видение. И когда они будут делиться, и, например, если им что-то необходимо, то поддержка всегда будет, чтобы вы не страшились, чтобы вы не пугались, что вас не поддержат. Но вот это ярко выраженное видение, ваши мечты, они сбудутся. Я помню, когда-то у меня была мечта, нужно было в одной церкви какие-то детские материалы. И у меня была такая мечта помочь, и я написала, ну вот это когда была, жила в Штатах, написала, узнала различные служения, которые занимаются детскими, детской литературой, песней, кассеты, материалы. И я написала. И сказала, что у меня нет денег, но если вы можете пожертвовать, то вот мой адрес. И начали мне присылать, и начали, и начали присылать. И я помню, была миссионерская поездка в Украину, и мы собрали вот эти вот коробки, и мы передали. И очень много литературы, и материала передали. Эта церковь сегодня, это Хменинская Валентиновная церковь, она большая уже сегодня. Но мне приятно было, что заложено было детское вот это основание, и очень много мы отдали им туда. И я к тому, что было видение помочь, но не было средств. Но мы обратились, и Бог пришел на встречу, и мы сегодня видим результат. Конечно, сейчас на русском языке очень много, и много ресурсов, поэтому есть возможности служить. И если вы скажете, что наше служение работает над тем, чтобы один час детского служения был самым лучшим в жизни каждого ребенка, тогда головы поднимутся, пульс усилится, пульс участиться, улыбки появятся на лице только для одной причины. А что если на самом деле это случится? А это случится. Поэтому пусть Бог вас благословит, и благословит, и если у вас есть желание, мы помолимся за тех, кто имеет желание вообще служить детям. Если вот вы чувствовали, что может быть до этого вы не понимали, но вы так открыты, вот если Господь откроет эту дверь, то вы готовы? Есть такие, за которыми...